Приветствую вас, уважаемые зрители. Вчера открылся Season of Discovery. Довольно тяжко дался этот старт, но ответ на главный вопрос, который волновало большинство моих зрителей, все-таки получен. На какой сервер идет большинство игроков? На какой пошел я? И на какой я бы рекомендовал пойти тем игрокам, кто ориентирован на долгую и перспективную игру в будущем? Ну, для начала коротенькое объявление для тех, кто, например, собирается тоже врываться на Season of Discovery, но не знает, как оплатить подписку. Поможет ElfMoney.net. Более 15 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители. Лучшее качество и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% в промокод Ванила10. Ссылка в описании. Итак, я уже предвижу кучу негатива, непонимания и обвинительных комментариев в том, что вот вы, стримеры, опять все обосрали, затащили народ на Европу, а ведь могли бы поддержать руссообщество и бла-бла-бла. Для начала коротко о том, что сделали Blizzard. Близзы отлично понимали, что игроки, как всегда, выберут сервер-столицу, набьются на него, как сель в бочку, создадут огромные очереди, а разработчикам потом придется эту проблему оперативно решать. Увеличивать количество или вместимость слоев, блочить регистрацию на популярных мирах и все в этом духе. По факту, тут произошел конфликт интересов. Когда у Близзов интерес в том, чтобы сделать стабильную работу своих серверов, рассовав игроков по серверам равномерно, а игроки просто хотят играть вместе. И им похеру на то, что Близзам это не нравится. И тут был вопрос в том, кто из этих сторон поступит в максимальной для себя выгоде. То есть, что сделали Blizzard? Зная о том, что сервер-столица так или иначе будет выбран, это вопрос времени. Они просто попытались этот момент как-то сгладить, скрывая до последнего названия серверов, чтобы сообщество не успело сгруппироваться вокруг какого-нибудь из них. Создать дискорды, сабреддиты и впоследствии затянуть всех вновь пришедших. Названия серверов, если что, появились примерно за 10-15 минут до старта. Что сделали игроки? По-прежнему, имея желание играть всем вместе на самом популярном сервере, был уговор. Залетать на первый, пвпшный реал в алфавитном порядке. Ну скажем, к примеру, будет сервер Алекстраза и Дуротар, понятное дело выбирается Алекстраза на букву А. Что сделали Близзы? Я хрен знаю, там сегодня сидят какие-то прям очень хитрожопые типы, которые выкупают все эти движухи и их задача переиграть планы игроков, тем самым максимально противостоять желанию сообщества ломиться на один реал. В европейском регионе просто открывают два сервера на букву Л. То есть, если отбросить всю эту лабуду в виде пвешных и рпшных миров, у нас остается два пвп мира. Ливинг Флейм и Илон Вольф. По первой букве, как вы поняли, выбрать не получается, ну окей, выбираем по второй. Раз, и Ливинг Флейм становится тем самым сервером, на который теперь на протяжении всей жизни Season of Discovery будет базироваться все активное европейское сообщество. И на котором при возможном варианте падения популярности соды продолжится игра. Как это было в свое время с Дреднаутом в Season of Master. На нем осталось 200-300 игроков, но эти 200 игроков прошли первый сезон от начала и до конца, в то время, когда остальные миры стояли полностью пустые. И это правда, да. В настоящий момент все серьезные коллективы, как с Европы, так и с СНГшного региона пошли именно на Ливинг Флейм. В чем вы можете убедиться, зайдя на стримы европейских и наших классических стримеров. Мы сейчас не будем обсуждать вопрос адекватности данного решения. Это бесполезно. Игроки такие, их не исправить. Они хотели, хотят и будут хотеть играть все вместе и всегда при выборе серверов будут выбирать самые популярные, не глядя на очереди и прочие трудности. Возможно, в памяти свежи прошлые релизы, когда Blizzard, заманив различными плюшками на заведомо мертвые сервера, отказались потом игроков оттуда вытаскивать. Ну то есть, допустим, игрок спустя полгода возвращается на свой, как он думал, живой мир, а там бегает 10 тел, и то половина из них боты. На вопрос, как мне теперь быть, ответ, никак. Лучшее, что мы можем тебе посоветовать, оформляй платный трансфер. Поэтому никто никогда больше не поведется на рекомендации Blizzard, куда им идти. Потому что Близзы ориентируются исключительно на свои интересы. Разработчики это прекрасно понимают, но им, как я уже говорил, по барабану, их цель наладить равномерное распределение онлайна, по всем мирам, и они продолжат это делать. Например, вчера у серверов была приписка low, medium, high, full. И хотя бы по этим меткам можно было догадаться, какой сервер самый популярный. Теперь и этих меток нет. Теперь у всех серверов стоит тег new. Ну типа все сервера новые, играбельные, идите куда хотите, не ошибетесь. Что указывает на то, что Близзы руки не опускают, и продолжают придумывать новое решение, скрыть от пребывающих игроков самый популярный сервер. Второе решение, которое оказалось очень рабочее, это ввод региональных миров. То есть игроки, помимо списка европейских серверов, обнаружили так называемые ru-сервера. Ну, как бы на самом деле это никакие не ru-сервера, это интернациональные миры, которые в каждом регионе отображаются с тегом местной локализации. То есть у нас это ru-сервера, а вот например у австралийцев те же самые сервера австралийские. Очередная хитрожопая идея Близзард. Ставка была на то, что игроки за виде региональных сервера с радостью на них пойдут, игнорируя поиски самого популярного европейского мира. И оно в принципе не так уж и плохо. Для большинства игроков играть на сервере с родным языком вариант куда более предпочтительный. Учитывая то, что на европейских мирах русский язык заблочен, понятное дело куда пойдут те, кто не следит за форумами, не участвует в обсуждениях тем, какой сервер выбрать и так далее. Но, несмотря на, казалось бы, эти очевидные преимущества, выбор уже сделан. И наше активное сообщество любителей классики все же решило придерживаться первоначального плана. Идти на Ливинг Флейм. Куда, собственно, пошел и я. Честно, у меня нет желания идти против большой массы горячих голов, которые, как и два года назад, кричали про кровавый зов, что вот вы, стримеры, должны агитировать за Ру Сервер. Ну, потому что это Ру Сервер. Не важно, что он не самый популярный. Но вы же влияете на решение сообщества. Так повлияйте на то, чтобы он стал популярным. Я даже уверен в том, что когда эти сервера умрут, а они умрут, те же люди будут обвинять стримеров, что умерли эти сервера из-за вас. Ну, потому что вы, предатели, увели свою аудиторию на Европу. Это так и будет. Заполнить полностью сервер Ру игроками физически невозможно. И в долгосрочной перспективе судьба кровавого зова ждет все эти миры. Сейчас на хайпе это незаметно. Там бегают всякие оргподкастеры с толпой своих фанатов. Ну, поверьте, когда хайп спадет и все подкастеры свалят, будет именно такая история. Поэтому поступайте, как вы считаете нужным. Мне не хочется спекулировать на том, что вот я такой молодец, топлю за Ру сообщество, поэтому вызываюсь, поддерживаю Ру Сервер, как это сделали некоторые стримеры два года назад, затащив народ на кровавый зов, а через месяц оставшиеся 100 человек ждали трансферы на Европу. Большинство, кстати, так и не дождавшись, просто покинули игру. Я желаю для своей аудитории лучшего опыта, поэтому рекомендую внимательно оценить ситуацию и поступить благоразумно. Время покажет, что я, как и два года назад, был прав, а те, кто прислушался к совету, будут за него благодарны. Такие дела. Подписывайтесь на канал, чтобы и дальше узнавать об интересных событиях и новостях из Миров Классик. Буду благодарен за лайк под видео. Удачи!